всем привет сегодня на обзоре тесте замечательный фонарь от компании night core модель называется p36 фонарь для обзора предоставлен интернет магазином 070 ссылку на этот торговую площадку в интернете дам в описании под видео магазин действительно классный здоровский неоднократно в этом магазине покупал различные вещи очень доволен качеством сроками общением с менеджерами все здорово и замечательно но сегодня на обзоре вот такой вот замечательный образчик на упаковке прям сразу же видно что нам обещают 2000 люменов что есть здорово особенно если учесть довольно таки скромный размер этого фонарика в чем же его замечательность замечательность фонаря сейчас мы посмотрим маркировку а затем будем рассматривать фонарь и я со своей опять-таки точки зрения укажу на те моменты которые я считаю в этом фонаре действительно здоровские классные и на которые действительно стоит обратить внимание ну давайте с упаковки и начнем здесь у нас основные характеристики 2000 люмен 325 часов работы засвет до 300 метров световой поток 22 1300 кандел можно ронять с высоты полтора метра и топить на глубину до двух метров при условии того что все резиновые элементы прокладки уплотнительные кольца будут в целости сохранности резьба будет подобным подобающим образом смазана соответствующей смазкой здесь у нас по борту собственно говоря изображение фонарика по другому борту его возможное применение то что нам обещает и рекомендует производитель здесь у нас краткая инструкция по использованию органов управления фонариком на задней панели спецификация ежели кому интересно пожалуйста можно прочитать данные компании производителя бар код снизу дата производства и штрих-код ну давайте посмотрим что здесь внутри и поговорим отдельно по каждому компоненту по комплектации и собственно говоря по фонарю традиционная для компании night core картонная коробка такого очень выверенного взвешенного дизайна и внутри собственно говоря пластиковый блистер здесь чехол из полимерного материала здесь внутри такой материал немножко напоминающий неопрен вполне возможно что это неопрены есть к нему мы вернемся позже дальше здесь у нас вот такой вот пакетик в нем zip резинка запасная запасная накладка на кнопку и запястный ремешок дальше документы гарантия от компании night core причем если я не ошибаюсь да 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 здесь у нас вписано уже модель фонаря и серийный номер то есть для каждого фонарика отдельный документ дальше user manual от компании night core давайте вот так вот сделаю и почитаем чего здесь написано инструкция на английском языке пожалуйста и на китайском что не интересно но продавец опять-таки интернет-магазин 070 заботись о покупателей вкладывает вот сюда такую вот инструкцию на русском языке я так понимаю что это их не машинный перевод технический перевод в котором которые делают для того чтобы но для покупателей было удобно покупателям было интересно приобретать тот товар который можно на знакомом языке почитать информацию про его использование значит что здесь нам интересно в первую очередь это есть пояснение по используемым элементам питания мы можем использовать батарейку литий-ионную cr123 аккумулятор литий-ионный 18650 либо аккумулятор литий-ионный cr123 или это еще по-другому называется аккумулятор 16 340 вот вот эти вот элементы питания подходят для этого фонарика и характеристики как же без них здесь у нас время работы на различных режимах и спецификации 300 метров засветка 2300 кандел интенсивно светового потока и IPX8 защита от влаги также можно ронять с высоты полтора метра то есть та информация которая у нас уже была сверху на упаковке ну давайте теперь непосредственно к самому фонарик упакован вот такой вот блистер обычный пластиковый блистер и собственно говоря сам фонарь по фонарю можно говорить довольно таки много и долго почему потому что у него есть ну как минимум несколько замечательных уникальных качеств которые не наблюдается в его прямых конкурентов а также сочетание этих качеств делает этот фонарик действительно здоровский для своих задач ну во первых о чем хотелось бы сказать это про используемый в фонаре диод это новейший диод вот если мы внимательно посмотрим на дно рефлектора то увидим этот самый новейший диод собственно говоря он настолько новейший что дает возможность создавать вот этот световой поток диод 2000 люминов вот как выглядит диод надежный диод сверх яркий и вполне возможно что то многие производители фонарей в дальнейшем свои линейки топовых фонарей будут строить именно на этом диоде сразу же если мы смотрим на диод имеет смысл обратить на рефлектор рефлектор сжатый то есть вполне возможно что ярко выраженного ходспота при засвете и ярко выраженной линии ходспота в этом фонаре не будет что есть естественно здорово то есть мы имеем плавную засветку ну и с другой стороны сжатый рефлектор он не обеспечит такой же дальности засвета как допустим гладкий но тем не менее производитель посчитал нужным сделать именно так дальше что уникального в этом фонаре это органы управления здесь мы имеем кнопку вкл выкл и вот это вот многофункциональное колесо-крутелка которое помимо того что вращается еще и нажимается но к органам управления мы вернемся позже тогда когда ставим элементы питания и посмотрим как они работают разбираем фонарь отделяем голову здесь у нас контактная группа на аккумуляторах контактная группа на голове резьба резьба смазана естественно уплотнительное колечко то есть все очень добротно и ожидаемо качественно ожидаемо как любая продукция компании nightcore здесь у нас в тушке вот такая вот обойма давайте тушку уберем и посмотрим на нее внимательнее обойма в которую вставляется либо два элемента 18650 либо четыре элемента 16340 вот так вот выглядит она это напоминает несколько дешевые китайские фонарики там где используется обойма на три батареечки пальчиковых или мизинчиковых но это напоминает идею но ни в коем случае не реализация потому что контакты здесь золоченые как видим сделано очень добротно из качественного полимера и металла давайте сюда установим аккумуляторы я например использую в компании торговой марки keep power по моему очень даже неплохие один вставляем минусом в одну сторону другой минусом в другую сторону здесь у нас минусовые клеммы здесь у нас плюсовые клеммы дальше уникальное свойство этого фонарика состоит в том что в тушку вот эту вот обойму можно устанавливать любой из сторон вот так вот так это абсолютно не влияет на работоспособность в фонаре то есть полярность аккумулятора разобрести нужно а полярность установки обоймы в тушку ее просто нету этой полярности это очень удобно и будет полезно тем людям которые меняют аккумулятор например в условиях недостаточной освещенности то есть бросил аккумулятор а вот как ставить вот эту вот обойму уже не имеет значения это здорово установили и привинчиваем волны мест в результате у нас фонарь готов к работе во-первых это что что стоит обратить внимание это органы управления фонарем как я уже говорил кнопка и многофункциональный джойстик вращалка или крутилка как хотите называете кнопка у нас используется для того чтобы попробуем фонарь включить естественно включаем и сразу он у нас зажигается в максимальном режиме свечения то есть 2000 люменов для смены режимов используется многофункциональная кнопка вращалка если мы вращаем против часовой стрелки мы переходим на минимальный режим свечения это минимум по-моему 2 люмена заявлено производителя дальше вращая по часовой стрелке мы имеем такие очень внятные щелчки которые у нас повышают яркость свечения вот видите есть щелчок и есть повышение яркости и таких вот щелчков с уровнем повышения яркости 10 то есть колесик обращается по кругу сколько угодно долго цифровое управление реализовано но ротации свечения яркости в этом фонаре реализовано 10 давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 вот так причем можно очень быстро переводить фонарь из максимального режима работы в минимальный просто быстрым вращением этого колесика вот кроме всего прочего давайте установим какой-то более-менее средний режим кроме того это колесико используется для включения особых режимов работы фонаря ну например при включенном включенном рабочем диоде мы можем при помощи колеса включить стробоскоп вращая это колесо в режиме стробоскопа мы переключаемся на режим мигания дальше у нас быстрое мигание дальше у нас маячок вот так проблесково работает фонарь и дальше у нас режим SOS 3 точки 3-3 3 точки и по кругу мы возвращаемся опять в режим стробоскопа для того чтобы выйти из режима стробоскопа нажимаем еще раз колесико по-моему очень здорово интеллектуально понятно реализовано управление фонарем кроме того как и во всех фонарях nightcore управление очень понятное и очень функциональное то есть множество всяких режимов и любой пользователь может для себя подобрать тот режим настрой который необходим кроме всего прочего вот это вот самое колесико используется если у нас выключен диод то он у нас используется либо для кратковременного включения стробоскопа мы нажимаем и удерживаем пока удерживаем у нас работает стробоскоп когда отпустили стробоскоп потух кроме всего прочего колесико используется для определения по световой индикации уровня заряда аккумулятора мы его нажимаем отпускаем раз два три 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 раза мигнули красные индикаторы это говорит о том что уровень заряда аккумуляторов составляет более 50% если бы они мигнули два раза соответственно уровень заряда аккумуляторов был бы менее 50% если бы один раз то уровень заряда аккумуляторов минимальный еще раз три раза мигнула индикация то есть соответственно у нас аккумуляторы заряжены вот такой вот фонарик такие вот замечательные органы управления по-моему очень даже здорово еще одна не очень маловажная для многих функция состоит в том что фонарь может стоять на пяточке но вот это вот устойчивость его ну так скажем не самая лучшая но она реализована нежели бы они вот производитель позаботился и покупатели сделал бы здесь больше площадь контакта с поверхностью мне кажется это было бы лучше но мы имеем то что мы имеем тем не менее фонарь имеет эту функцию он довольно таки устойчив на поверхности пару слов про поставляем вместе с фонарем чехол ежели мы его сюда вот грузим то мы имеем верхний хлястик с велкро или липучкой в котором очень уютно этот самый фонарь располагается существует несколько вариантов использования либо это карабин подвесной карабин на сумку на рюкзак на разгрузку куда угодно дальше стропа на велкро которая формирует петлю и прошитая стропа которую можно продевать в лимень в пояс в карабин то есть опять таки куда вам будет более удобно его использовать чехол очень такой вот добротно сделанный хотя как по мне он немножко тонковат то есть если бы здесь материал более грубый для того чтобы держалась форма это было бы более потребительно хотя как мне кажется очень даже вполне несколько слов по использованию этого фонаря производитель и продавец предлагает нам его в качестве поискового фонаря фонаря тактического фонаря широкого спектра применения то что касается поискового да в принципе все очень здорово очень мощный диод прекрасно работающий рефлектор дальше на тестах мы посмотрим как это все реализовано здорово небольшой вес довольно таки скромные габариты то есть в качестве поискового этот фонарь даже очень и запросто в качестве охотничьего подствольного тактического я не знаю я бы посомневался хотя тоже почему бы и нет единственное что затруднит это установку этого фонаря на оружие но он для этого как бы и не предназначен поэтому требовать от него то чего он не умеет тоже наверное не стоит фонарь мне кажется будет очень неплох в качестве кемпингового что такое кемпинговый фонарь это тот который освещает место стоянки туристов место остановки палаточный или другой лагерь и в качестве этого фонарь отлично мне кажется справиться с этой задачей его можно устанавливать на штатив на специальные крепления даже вплоть до того что если у вас ничего подобного нету его можно установить в расщелину между дерево или веток направить на освещаемую территорию и он прекрасно просто замечательно справиться со своими обязанностями единственное что хотелось бы иметь к этому фонарику если он будет использоваться в качестве кемпингового это самую кемпинговую насадку то есть специальный рассеиватель который одевается на голову фонаря и дает рассеянный матовый свет это было бы вообще здорово и что как мне кажется также этот фонарь был бы здорово использовать в качестве фонаря автолюбителя но опять таки при наличии специальных рассеивателей для автолюбителя я думаю будет очень важно использование именно красного рассеивателя его можно использовать как знак аварийной остановки как маячок причем самые широкие режимы работы стробоскопа это позволяет делать то есть если мы допустим установим вот такой вот режим установим после знака аварийной остановки он у нас будет подавать сигналы соответственно красным цветом при наличии светофильтра и тем самым выполнять функции вот этого самого знака аварийной остановки предлагаю перейти практическим тестом фонаря посмотрим на что способен как светит насколько эффективно и насколько целесообразно его использование для тех или иных задач но вначале для того чтобы отбиться то есть предположить какой-то эталон предлагаю использовать другой фонарь от компании Nightcore это всем известная модель P12 вот и собственно говоря с него и начнем итак световой поток который дает Nightcore P12 для того чтобы определиться расстояние до здания впереди составляет где-то примерно 120-130 метров очень направленный световой пучок 950 заявленных люминов работают прекрасно теперь перейдем к тестируемому фонарю вот он у нас красавчик на полной мощности 2000 люминов по моему разница очевидна два фонаря одновременно P12 справа и наш тестируемый фонарик слева по моему заявленных 2000 люминов присутствует так вот субъективно сравнивая с другими моделями это у нас на полную мощность давайте попробуем немножко убавить это 9 8 7 6 5 5 5 положение вдаль почти ничего не видно 4 совсем чуть-чуть но попробуем расстояние до поверхности земли метров 20 25 это на пятом положении дальше 4 совсем мало 3 и все вот это вот минимальное положение так называемый лунный свет то что обычно в налобных фонарях называют 2 2 люмина вот и давайте теперь перевод фонаря максимальный режим практически моментально при резком вращении кнопки теперь режим стробоскопа вот так работает стробоскоп это режим медленного нет это режим SOS SOS да сигнал SOS дальше это проблесковый маячок вот пожалуй именно этот проблесковый маячок имеет смысл использовать при автосигнализации и два режима мерцания это быстрое мерцание и это медленное мерцание возвращаемся в основной режим что в этом фонаре действительно порадовало и подтвердит использование этого фонаря в качестве кемпингового это отсутствие яркого четкого ходспота то есть область засвета довольно таки равномерная хотя все таки ходспот присутствует это рефлектор не линза никуда от этого не делисти вот на остальное область засвета достаточно неплохо а вот этот узконаправленный ночь позволяет использовать этот фонарь в качестве поискового в качестве дальнобойного вот такой вот такие вот возможности дает этот фонарь действительно новый светодиод ну если не делает чудеса то по сравнению с предыдущими диодами светит довольно таки ярко то этого и так что это не лупь а эти цена да это это не так так это так чтобы